Вроде докусает. Мы вам предложили сделать это без централизации, сделать это на блокчейне. Красиво, хорошо. У нас в этом треке получается 6 команд. Перечислю, в каком порядке они будут. RD-107, Cirrus, Mir, Button Team, Plur и Alt Delete. Окей? Напомнили примерно, кто в каком порядке? Первая команда RD-107. Приглашаю на сцену. А RD-107 это ракетный двигатель или что? Первая баллистическая ракета. Ну и что за МОН все-таки? Добрый вечер. Называется RD-107. Не буду задерживать самому кейсию. Выделю два основных пункта. Один из них, ну, наиболее важный, это подписание документов через блокчейн, а второй предоставление доступа, ну, другим лицам. Коротко об архитектуре. У нас фронтент на Vue.js, бакент на Python, также поднимали дтбейс в Postgres, вот, и взаимодействовали с тестовой надоблокчейна через PyWaves. Ну, базовый процесс, как это все происходит. Вот у нас есть отправитель, он выбирает доку, которую хочешь перестать, выбирает получателя и создает пароль. Вот, он шифрует документ паролем, вот, а сам пароль шифрует публичным ключом получателя. Вот. Ну, на самом деле, так сделано по двум причинам. Одна из них, это сделано для того, чтобы можно было предоставлять доступ другим пользователям. Об этом позже. А второй кейс можно рассмотреть с той точки зрения, что мы подтверждаем факт получения. Ну, то есть, со стороны получателя, то, что он получил, непосредственно информация попадает в получение при запросе. Вот, далее транзакция попадает в ноду. Вот, ее структуру, вы видите, на слайде. Вот, приходит обмещение в интерфейс получателя. Он, 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 он.